Встречали участников юбилейной региональной конференции. Консерватизм сочетали с современными технологиями. Философский настроенный робот встречал посетителей на выставке, посвященной партийным проектам. Это макет уже действующего бассейна во Всероссийском детском центре «Смена». На стенде, посвященном патриотическому воспитанию, находки из района, где во время Великой Отечественной войны Суренна Ракелян закрыл собой амбразуру Дзота. Ценность эспанатов в том, что они взяты непосредственно с места подвига нашего героя. То есть это немые свидетели героического труда наших солдат и нашего героя. В этом году по линии проекта «Комфортная среда» в Анапе выделено более 60 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Идет работа по благоустройству сквера «Строитель» в 12-м микрорайоне и шести дворов. Один из проектов признали лучшим в регионе. Самый сейчас востребованный проект. Виктор Селиверстов в центре, заместитель секретаря Генсовета партии. Ему рассказывают о том, что самая большая сложность пройти все процедуры, включая торги. В Анапе уже само строительство завершат до конца текущего года. В целом же в центральном руководстве говорят о Краснодарском отделении, как об одном из самых сильных в стране. Многие вещи, которые у вас делаются, они делаются не для галочки, они делаются реально для людей. И люди это ощущают. Нам, конечно, очень важно, чтобы этот темп, который присутствует у вас в регионе, он сохранялся. Слева председатель краевого ЗАГСобрания Юрий Бурлачко. Город-курорт входит в его округ. На средства из специального фонда в муниципалитете установили детские игровые площадки и тренажерные комплексы. Последовательно привлекаются деньги из самых разных источников. То, что сегодня делается в Анапе, многие должны заметить. Потому что сегодня и наш секретарь из полкома Юрий Петрович Поляков занимается и как глава, и как секретарь уделяет это большое внимание. Главное, что есть сегодня люди, жители нашего города-курорта Анапы. И главное, что нужно сегодня, чтобы они жили хорошо, им было комфортно и уютно в нашем муниципальном образовании. Александр Смирнов курирует в Анапе проект «Безопасные дороги». Глава курорта Юрий Поляков на краевом уровне предложил варианты по разгрузке движения на Симферопольском шоссе в районе санатория «Россиянка». Курирует реализацию партийных проектов в крае Татьяна Гелуненко, заместитель секретаря краевого совета. Город Анапа, она у нас в лучших рядах. Главное, что у вас один из лучших пляжей, которые расположены в этот центральный пляж, которые соответствуют всем требованиям для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, я думаю, это очень дорогого стоит. По словам Татьяны Гелуненко, в следующем году по профильной партийной программе в городе-курорте начнут строительство детского сада. В целом же, финансирование в рамках партийных проектов будет продолжено. Одной из ключевых назвали задачу по реализации нового пакета майских указов президента. В федеральном руководстве призвали сплотить общество вокруг идеи, направленной на повышение общего качества жизни. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.